Если эпидемиологи уже начинают бить тревогу, то, по словам начальника отдела дополнительного образования, цифра заболевших воспитанников детсадов и школьников пока не вызывает опасений. Так, из 12 тысяч димитровградских учеников отсутствует на уроках по причине болезни всего 600 человек. Что мы делаем для того, чтобы отследить и держать ситуацию под контролем? У нас с 25 сентября начинается ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся. На основании этого мы отслеживаем, и где есть превышение нормы, а норма – это 20% отсутствующих в классе, принимает решение директора образовательной организации о том, что закрыть этот класс на карантин, либо продолжить учебный процесс. Чтобы учебному процессу не помешала инфекция, учителя и родители прибегают к простым и действенным способам. Лук нам родители несут килограммами, не жалеют. Мы на каждый стол ставим по тарелочке. Это где-то 15-16 тарелочек. Родители приходят раньше, часам к 7, нарезают. О волшебных свойствах тарелочек с луком знает каждый школьник. Лук, ну, просто чтобы мы нюхали его, ну, чтобы мы не заболели. Просто если не будет лука, мы легко заболели. Уже ребята заболели. Лук для того, чтобы он убивал микробы. А микробы, чтобы убивали бактерии. А от бактерий можно заболеть. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.